Идеально ровная, как на картинке. Руслан Михайлов показывает результат своего труда. В прошлом году его компания работала на доме Покушнера-9. Заделывали межпанельные швы. Работы, согласно договору, выполнили в полном объеме и в срок. Работы сделаны, и жильцы, которым делали, вернее, квартиры, которые раньше жаловались, что у них там что-то не в порядке, воздух проходит. Сейчас этого нет. Я выходила к людям в квартиры, они сказали, что там все нормально у них. Жильцы довольны, а вот сам подрядчик оказался в проигрышной ситуации. Еще до начала работ управляющая компания провела небольшую предоплату. Окончательная сумма должна была составить 307 тысяч рублей. Но от финала работ до финального платежа прошло уже больше полугода. А денег как не было, так и нет. Так сказать, нарвался. Все бывает в первый раз. Работал с компанией «Любимый город». Сработали, сделали швы, закрыли актами. И, в общем, денег нет уже как полгода. Без объяснений причины. Просто нет. Ждите, 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 а ждать уже куда? Как говорит Руслан Михайлов, сначала кормили завтраками, а со временем просто перестали отвечать на телефонные звонки. Но самое интересное в этой ситуации, что со счета дома деньги за ремонт межпанельных швов были обналичены. Работы оценены в 368 тысяч рублей. При разговоре с председателем домового комитета узнал о том, что мало того, что ему не оплатила данная компания, но плюс ко всему еще со счета дома была снята сумма в большем объеме, чем, в принципе, данная компания должна была ему. Прокомментировать ситуацию на камеру директор управляющей компании «Любимый город» отказался. У подрядчика последняя надежда на суд, куда он намерен обратиться в ближайшее время. А жители дома всерьез встревожены. Ведь они снова запланировали большой объем ремонтных работ на лето. И им совсем не хочется оказаться без вины виноватыми, как получилось в данной ситуации.